Девчонка позвонила Вере Зотовой, Тамаре, Валя, Остапенко. Все вас поздравляют. Поздравляю, поздравляю. Ты мне говорила, кто там придет еще. Ну, да. А как же молодцы. Она высадила одноклассники и сказали, навязала. Ой, молодец. Уважаю вот это умение. Я такое не видела. Я вязала, но не такое. У меня 8 лет. Я что дарила? Я связала и подарила Еле. Говорит, у нас холодно. Она говорит, у нас холодно. А я как раз только связала. И отдала Еле. У нас с 6-го года перешла. И до сих пор. Воевали в войне? Я с первых дней войны работала в колхозе. А когда начался учебный год, 6-й, 1-й, сразу же я, в 61-м году, 1-й, мне дали 3-й класс. Я закончила к этому времени педучилище. Учебный год, мне дали 6-й класс. Меня дети встретились с двоим. А наш дом находился в конце. А тогда 6-й класс где было? 6 лет им было, пришли в школу. Нет, а где в каком классе? 3-й класс во Владивостокском районе. У нас поселок Платоновка назывался. И я сразу пошла в школу. Дали мне 3-й класс. Дети меня в штыки встретили. Мы не будем у вас учиться. Мы хотим в свою учительницу. Нас она 3 года учила и будет учить. Слез было вот столько. В газету даже как-то писали. Ну, а что делать? Я провела еле-еле уроки. Пошли домой, они за мной толпой идут и ревут. Мы все равно к вам не придем. Я говорю, ну что же, дело ваше. Но государство меня направило к вам. Я буду у вас работать. И все. И вот так начался учебный год. А потом они пришли в норму. А я к этому времени уже замуж вышла. Мужа переводят в другое место. Они пишут в район, в Гвардейский район, пишут туда письмо, чтобы никуда не переводили. И мужа пусть наша учительница учит. Ну, кто послушает. Война, воин есть воин. Куда направили, туда и пошли. Ну, с военной. И вот сюда мы потом попали. А в каком году вы попали? Сюда мы попали сколько я лет проработала? 14 или 15 лет здесь проработала, в Знаменской школе. Сюда приехали, дали мне школу. Было здесь готовили, даже не знаю, культурные какие-то учреждения. Нет, это училище уже. А потом в горком партии нам требуется историк. Хотите первое училище? Я говорю, смотрите, я, конечно, с удовольствием, если это мой предмет, все, я же закончила пединститут. Тут же сразу начинала, сразу поступила в институт. Ну, так и когда, в каком году примерно? Ой, в 56-м году, наверное, или в начале, нет, в 50-м году что-то так было. Институт. Во Владивостоке все. И педучилище там закончено, и пединститут там закончено. Я даже сдавала экзамены за кого-то. Я Шуре, моя сестра двойная, звонит. Так, что вы стоите? Я с ней, Сурея, седра. Она мне была как-то, Соня. У нас в 49-й школе ваша бывшая ученица. А почему бывшая? Когда я сдавала экзамены в институт, меня еле приняли. В институт надо было сдавать экзамены. Преподаватель со старым, возраст старый, все сидело, сидело. Что мне? Пустите, я не знаю, вы, конечно, стоите. А я все сидела и думала, наверное, не приходит. Наверное, нам не напишут ничего. Тройку надо было поставить. Она все думала ставить, и у нас не было ее засранного языка. Ну, придут эти нас и уходят. А что это за учеба? Плохая. Я, конечно, плохо знала немецкий, но она себя у себя у себя и написала. Я все боялась, что она не еще сидит у меня в институте. Но она смотрела во мне, а я посмотрела, тройку ставила. Приняли меня в институт. Я с радостью побежала. Девчонки меня обрушили. Все уговаривали. Принимайте. Она сдавала три раза, принимала, принимала, сдавала, ни разу не приедет, не знала экзамен русский язык. Примите мы ее. Уговорили. Я говорю, меня выгонят с экзаменов. Я же другая фамилия. Она не проверяет фамилии. И заставили меня сдавать. Я стала... Подержи. Она написала с мамой. А я поеду с мамой. Я была. Я подарила ее. Потом, когда я ходила, эти дети уже учились в педучилище, она иногда встречала меня. Все спрашивала, как мне все нормально. Вот я как. Училище закончила. Тогда еще во время войны. Во время войны поступила в институт. Работала в колхозе все время. И я не знала, что надо документы. Мне с колхоза никаких документов не дали. А в училище первое, когда мне направили, в каком партии сюда направили, можете ли там? Конечно. Я говорю, институт у меня все. Я когда пришла, познакомилась с учителями. По русскому языку, Кудряшова работала у нас. В русском языке. Поговорила со мной. Да вы что, работали в колхозе? Да, все. А кем вы там работали? А всякие работы выполняла. Куда пошлю? Я и работала. Дети мои не знают, что я работала. А я закончила. Все стремится. А вы напишите, вам пришлют документ, чтобы работали. А что ли вы были записать? Сколько лет прошло? А что-то близко. Это я сделала близко. Это уже не 50-е, а какой-то уже годы пошли. Нет. Ну, короче говоря. Нет. Мне справку прислали, что я сильно работала. И я участник войны. Нет, ну вот когда... Вот когда было... Ветератный год. Было-было. Первый год. Когда участвовали в войне. А в войне кем вы были? А во время войны, когда начался учебный год, я первое училище уже закончила, работала с ними. А во время войны я в колхозе работала. Одновременно начался учебный год. Ладно, девчонкам отправлю. Близко, да? Да, ремонт делала. Выходной такой, взрыв. Дуб? Давайте за стол сядем нарезать. Надо на ушко шипнить за стол. Либо держите, я скажу. А там видно будет. Надо бумажку, а там видно будет. На ушко шипнее. Взрослые, они сидят обедом. А мы кусок рода. Она с той стороны как? А ее? В вашу область я прибыла уже в 50-е годы. Я уже... Вы как участница становления. Это расходу парадок. Да, я с самого начала. Но я год как восстановления. Год как восстановления. Восстановление было в каком году? Ну, наверное, с 46-го и с 45-го и по 50-го. Она потом... Ну, я... Я вышла замуж. И вы знаете, даже командир полка приходил. Знавал, как я жил после смерти. А я помню вашего мужа. Красивый был. А где дети у вас? В 93-м году он умер у меня. Вот, всю жизнь прожила с ним. Хорошо жили. Никогда не ругались. Вот, что я всем, я своим этим, всем говорю, детям своим, и Юрке, и этим правнукам. У меня уже двое правнуков. Всем говорю, учитесь на пять. И будьте таким, как муж у меня был. Спокойный. Никогда не ругались мы. Всю жизнь. И как что случается в доме, я всегда вспоминаю мужа. Никогда не ругались. И советую всем не ругаться никогда. У нас все было так. У нас спокойно все было. Прожила кино садить. Но вы приехали в Калиградск. То есть, наверное, в первое время очень тяжело было. Вот как вы можете... А вы знаете, я не ощущала трудности. Я лишила детей. А нет. Нет. Нет, нет, нет. У меня свои внуки. Нет, нет, нет. Вернее, ученики, которых я люблю. Особенно главное. Мальчика, которых по-такамочке у меня есть. Яценка Женя. Вот, наверное, Аля знали. Яценка Женя у меня учился в третьем классе. И Боря Дутков. Все хорошо под сиянием лунным. Все, дурадимую Русь узнаю. Быстро лечу я по рельсам чугунным. И думаю, думаю свое. А Даша добавляет... Быстро лечу. А Даша добавляет... Чтоб учиться, на отлично. Добавляет. Правнучку научила. Правнучка. Бабушка научила. Это она прочитает и расскажет. Все поколение знают, да? Как-то раз в саду гуляя, Бог спросил Адама. Что сидите вы скучая? Где же ваша дама? Отвечал ему Адам. Здесь в саду не видно дам. Но поскольку вы творец, создайте первый образец. О предушении счастливых, правда, счастливых дам. Ой, забыла. Витя, да, мы стремятся, Витя, да, мы стремятся к ней. Ой, все. Когда я на почте Сложил я мщиком, Был молод и не въедем челку. И все. Забыла. А когда? А кто знает ее? И ехал я к ней.